Выход России именно за пределы этнически русской территории во время правления Ивана Грозного воспринимался его противниками на всем протяжении по Волге, вниз в Сибири, что это улуз Золотой Орды, которая считает себя наследником Золотой Орды и имеет определенные права через вот эти 250 или 300 красивых круглых лет ига, тем не менее является легитимным одним из наследников Золотой Орды. И война Москвы против Казани, Казань брал, и против Сибирского ханства начало завоевание Сибири, Астраханское ханство, Крым очень долго не давался до Екатерины Второй. Это все воспринималось в Северной Евразии как собирание наследия отнюдь не киевских князей, а собирание наследия Золотой Орды. Плоть до нынешних государств Центральной Азии, Казахстана, Узбекистана и так далее, потому что это все была одна Золотая Орда, и русские цари, московские цари выходили на эту арену как наследники Золотой Орды. То есть, по большому счету, да, современная Россия должна называть себя не Третьим Римом, а Вторым Караваном? Это было бы абсолютно справедливо.